итак ребята это снова я и сегодня у нас не менее интересный коп будет с огородов как вы знаете огороды дают очень шикарно предыдущие копы дали нам катин и пятаки а сегодня будет еще лучше сегодня вас ждет продолжение огородного поиска и вы увидите много интересных монет будет сибирка катин и лизин пятак и много других монет царской империи советиков вы не увидите их тут просто нет сегодня очередные находки с огородом смотрим будет очень интересным а утро начинается с раннего подъема в 4 часа я уже на ногах все нормальные люди еще спят и смотрят сладкие сны а я еду на встречу с друзьями вот и солнышко проснулась медленно встает а камрадов все нет и нет видно вчера то они грешили хорошенечко пригубили мы тут сели уже едем на одной машинке у серёги смотрите он лакает чё вежливый лось и угораем сейчас он навежливается вот этим вот лакомством и станет лосем не пойдет просить разрешение ходить на огородок будет у нас серёга сети вежливый лось так это пиво чё это ячмень да это обычно пиво ну блин по вкусу обычная жигулевская да вот давай вежливый лось ну все в дороге у нас еще часа полтора-два так что и едем рустик пошел очередной огородик спрашивать не знаю удачно будет нет но общается мирно ладно сейчас результат узнаем огород выжидание наших красавцев фишер 44 nokta и вот такой аналог ед рак explorer так что вот такие хорошие приборчики нам будут сегодня помогать ходить вот по этой вот распашке ну и первая находка нас не заставила долго ждать я ноль разбил а пацаны еще в ожидании своих находок монета последнего нашего царя николая второго одна копеечка 1914 года вторая монета и она куда старше предыдущий почти на 200 лет деньга 1748 года третий медный кругляшок и это очередной николай две копейки 1898 года а пацаны все еще по нулям надеюсь долго ждать не придется сверху да ух нифига смотри какая басявая вот это мужик был у меня на большом пальце смотрел он болтается ёпты вот это мужик почистится может ну и наконец серёга разбил свой ноль крупной медной монетой императрица екатерина второй монета была бы шикарной если бы но монета в плохом сохране коник затертый а бензеля вообще не читаем надеюсь правильная чистка спасет монету очередная крупная и это николай 1 2 копейки серебром 1743 года многие думают что монета серебром раз на ней имеется надпись серебром значит это монета из серебра но это ошибочное мнение и сейчас вам растолкую эту надпись объясняется надпись очень просто стоимость содержащего в монете металла было привязано стоимости этого металла любую медную монету с надписью серебром можно было обменять на серебро на эту сумму отсюда такой большой вес этих монет кстати за последний месяц наше видео посмотрели более полумиллиона человек спасибо каждому кто проявляет какую-то активность однако посмотрите на статистику из полумиллиона человек всего подписано 13 процентов поэтому прошу каждого из вас проверить кнопку подписки на канал если она до сих пор красного цвета то нажимайте на нее и не пропускайте наши новые выпуски а теперь идем дальше ну что ребята я в отрыв ухожу в отрыв может мне пацаны просто фордают вот очередная монета в камушке что это у нас что это что пока сказать ничего не могу да ладно да ну нафиг ёб твои извините это у нас сибирка 2 копейки по судя по всему катя ух ты блин это вторая моя сибирка за всю мою историю кладоискательства у нас они очень очень редкие офигеть офигеть ура 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 ребята сибирка домой домой и домой говорят и пешком иду вот такая сибирочка огонь 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 вчера только на стримах говорил что нифига у нас сибирок не попадается вот земляной дед меня услышал зачет 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 чё но кто импакт рулит рулит ребята поднял я уже вот такое количество монет 4 царя медных копеечек советская вам не показывал а это у нас копейка серебром николай 1 1840 похода 40 у нас жуткий ветер как вы помните по предыдущим выпуском и от вас были жалобы чтобы я выключил ветер смешно но стихими я управлять не могу но переозвучить в силе ну что ребята вот и у пацанов поперла одновременно были сигналы у троих у рустама двушка царица полей александра 1 1812 года год нападения наполеона франции на россию у серёги тоже царица полей 2 копейки 1821 года но год уже смерти наполеона очень странное совпадение из истории наполеона вам не кажется но у меня тоже сигнал но монета меньшего калибра это копеечка александра второго 1856 года но рустама в очередной раз подфартило из этой ямки монета с дырой а у меня монета надеюсь без дыры и эта монета императора павла первого самодержавец всероссийский две копейки 1797 года монета в очень шикарном состоянии и после чистки будет выглядеть достойно две копейки 1797 года очередная монета крупного размера и это пятак пять копеек 1876 года годы правления александра второго очень крупная но жаль сохран не очень затертая со всех сторон время ее конечно же не пощадила ну что монеты просто на нас сыпется и вот монета появляется из темноты на белый свет очередная монета павла первого 1 копеечка 1798 года сохран монеты не очень но будем надеяться что отмоется и займет достойное место в коллекции а следующий сигнал порадовал сразу же своим сохранам вторая подряд павловская монета 1 копеечка но уже на два года помладше предыдущий 1 копейка 1800 года сегодня пока это лучший экземпляр из всех выкопанных монет чем еще нас порадует огороды невозможно даже предугадать но радостные находки хорошие монеты ждут нас впереди очередной убитый кругляшок 2 копейки 1815 года годы правления императора александра первого и конец эпохи первой империи франции итак ребята перебрались на последний огород здесь вот стоит вот он родничок прошлый раз вот здесь вот я поднял штурвальчик крестик и вот он был звонкий сигнал где-то у меня в камушке а камушек куда-то а вот вот в камушке смотрим что за монета господа это у нас деньга ни хрена себе блин смотрите чё опять так скорее всего катин да или что-то в этом роде сегодня у русски блин и все монеты как алки все большие все убиты вот не знаю чё за монета мы даже датировать не сможем но толстая так 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 ну да это катин катин пятак вот видите здесь вот веночек идет по краю это катин пятак чистка покажет ну мои поздравления с катином пятаком мы с серёгой подымали теперь вот и русь поднял пятак ну ладно продолжаем ну что ребята был невинятный сигнал отошел от распашки вот на такую целину и выпал вот такой огромный крест смотрите какой он огромный даже имеется эмаль белого цвета внутри креста это у нас крестик лепесток на бой бабу между прочим здоровый крест зачетный это второй крест на этой деревне есть в основном чуваши были но и крест и здесь редко зачетно идем дальше здесь вот деньга прибором вел и он и вот так вот засигналил то есть перегруз я думаю железяка ну думают дайте я сковырну и смотрите чё сковырнул да да какая шляпа и сразу видно что это катин пятак 1767 год вот это пруха ребята вот это пруха второй катин пятак на этом огороде зачетно серёга теперь твоя очередь и так подумать ну что ребяток возле кучи навоза выпала вот такая вот очередная у серёги монета и снова эта маленькая паушечка хоть и не уезжай с этого огорода до обзор уже сделала находки все прут и прут ну ладно классная зачетная полушка она и он она идем дальше домой итак ребята еще одна находка монетка вот она и это у нас двушечка цариц полей затертая а здесь вообще пока ничего не видно вот такая вот на пасашок на пасашок ребят видите видите да вот она такая маленькая малюсенькая это поднял серёга смотрите какая бодрая 1762 год полушечка просто огонь смотрите все видно классных зачетная находка самое главное маленькая тоже на пасашок все собираемся обзор я уже сделал и так ребята на этом я буду заканчивать свой видеокоп с огородов пособирали мы сегодня в очередной раз урожай что у нас было интересного это конечно же катя два пятака катинах павловские монеты деньга царицы полей в общем сегодня урожай хороший ну и по традиции обзор обзор того чего мы накопали накопали сегодня классно так что не будем рассоливать сразу к обзору находок ну а по монетам ребята получилось вот так вот смотрите какое количество то да ну начнем с меньшего количества это находки у нас серёги вот экскалибур у него раз двушка павловские копеечка вот это вообще огонь павловская копеечка 1800 года еще одна павловская это у нас царица полей двушка катя двушка и пятак 1878 года обломок перстня рисунок смотрите какой и огромный перстень такой болт вообще здоровый крестик штурвальчик такой маленький первый раз такие маленькие штурвальчики вижу и обломок это что касается серёги дальше поинтересней это у нас находки рустама у него сегодня день царицы полей раз царицы полей двушка 23 затем николай копеечка серебром две копейки серебром два вот таких вот здоровых какого смотрите два брата-близнеца что это фиг его знает мы так и не датировали но по размеру похоже на наверное я не знаю на что даже похоже может быть павлики сейчас возьмем павла где павел у меня есть по моему да по размеру можно сказать что павел но у павла смотрите гурт гурт имеется такой-то зубчатый зубчатый гурт а здесь нету и они тонкие возможно масонские какие-то монеты были ну и так что здесь еще вот это тоже датировать нельзя невозможно лысая катин пятак сожалению очень плохого сохрана не знаю почистится или нет ну и ваш покорный слуга вот так вот накопал самое что интересное два крестика лепестка вот этот лепесток вообще шикарный тем что он огромный и эмаль внутри белая пуговка первый раз такую здоровую пуговицу вижу она не пустотелая она литая здоровая такая так вот такой вот у меня печальный случай был нашел в павлика и по размеру копеечка была одна копейка серебром двушка царица деньга 2 копейки 1 2 копейки еще одна деньга 2 копеечки павлика 1797 года ну в принципе бодренький будет вот такая вот кокарда лесника ну и бомбочка сегодня вот такой очередной катин пятак сегодня два катинах пятака вот у них два красавца вот и забыл вам выделить конечно же это себе ручку две копейки серебром мой сибирка екатерина 2 год год 50 59 вроде вот такая вот монеткам в общем коп удался вот этими двумя монетами у ручка самое что цинусное это конечно же убитый пятак потом чего него еще не знаю больше выделить не могу ничего и у серёги павлики хорошенькие так что вот так вот ребята на этом буду заканчивать пацаны еще копают вон может быть если находки будут я еще покажу на так в целом день подходит к своему завершению уже повисла у нас луна где у нас луна-то повисла вон она и значит мы будем скоро заканчивать если что-то будет интересно я вам еще покажу ну а так в целом все пока до новых встреч на огороде или на шурфах что-то будет интересно а то а а а Субтитры создавал DimaTorzok